Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим с вами о сословном обществе, которое стремительно складывается в нашей России. Гости нашей студии. Шевченко Максим Леонардович, руководитель фракции КПРФ, законодательного собрания Владимирской области, член правления Левого фронта. Почта Юрий Михайлович, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН. Спицын Евгений Юрьевич, историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета. И Артамонов Герман Анатольевич, профессор кафедры истории России, института истории и политики, кандидат исторических наук. Максим Леонардович, вот в ноябре месяце Владимир Владимирович Путин заявил, что зарплаты россиян растут и в номинальном, и в реальном выражении. Но вот реальные располагаемые доходы стоят на месте, и эту ситуацию надо менять. Как вы думаете, может быть действительно до президента дошло, что все не так хорошо, как ему рассказывают в предыдущие годы? Я думаю, что президент Путин полностью в курсе социально-экономического положения страны. Потому что предположить, что президент, который руководит страной, имеющей ядерное оружие, не знает, как на самом деле обстоит дело в стране, это такая страшная мысль, которая нам не должна приходить в голову. Таким образом, нашим поездом руководит, не знаю, как в той песне выехали, вдруг из леса выехала банда, за рулем сидела у них без ноги, а без ноги жал на тормоза, а слепой указывал дорогу, а глухой сигналил без конца. Нет, естественно, ему ФСО каждый день или каждую неделю кладет детальнейшие отчеты о положении в стране. Специальные доклады, я уверен просто, если это не так, тогда это не государство, а просто картонный домик, который делают ему, естественно, члены Совета Безопасности, министр внутренних дел, руководитель Федеральной службы безопасности и так далее. Поэтому надо прекрасно понимать, что та антинародная политика, которая направлена на возобновление в России сословного общества в самом худшем его варианте, в варианте постмодернистском, я бы сказал, либерал-фашистском варианте, это не то, что происходит помимо взгляда высшей власти, а то, что является ее главной задачей, ее санкцией, главным проводником строительства в России сословного общества, превращение огромного количества граждан, людей, получивших права и свободы вследствие революции 1917 года, событий трагических XX века, начала XXI века, главным проводником лишения этих гражданских прав нас всех и превращение нас из граждан в подданных, конечно, является власть, конечно, является президент и, конечно, является эта правящая группа, которая делает это сознательно и разумно. Именно они создают ситуацию, при которой определенная часть правящей элиты, да не определенная, а просто вся, делятся на высшее сословие, чуть менее высшее сословие, среднее сословие, низшее управленческое сословие. А мы скоро перейдем просто к выплату податей, как салтыков-щедринские крестьяне и податные разные люди, а куда деваться-то? Все к этому идет. Будем на барщину ходить, да, ездить, будем там силу Сибири прокладывать и за честь полагать перед барином, шапку, наверное, ломать. Вон, у нас там летают, а о, как люди-то живут, там, яхты, бизнес-джеты у их подруг, понимаете, герцогини Монпансье, там, и все такое. Ну, так, хорошо, братцы-то-то, а вот бунтовать плохо. Вот к этому нас и ведут, чтобы их власть была несминаемой, вечной, а нас держать на уровне, как голодных таких собак, между сытостью и голодом, чтобы мы, как говорится, за сахарок там или за какой-то кусочек сыра в виде чего-то еще, готовы были преданно смотреть на них и вот так вот хвостами вертеть. Да. Что нам делать? Как нам любить вас? За кого голосовать? Вот к этому они ведут. А, Юрий Михайлович, вообще, вот действительно, такая точка зрения, она имеет полное право на существование, вот я просто наблюдаю окружающую действительность, такое ощущение, что правительство и не ставит своей целью делать нас как-то богаче, повышать уровень жизни, под разговоры о том, там, растут реальные доходы или нет, совершенно очевидно, что большинство народа становится беднее и от этого как-то вот забитие, может быть, управляемее. Вот вам не кажется, что действительно, можно предположить, что некая сознательная политика поддержания россиян в искусственной бедности? На первом месте стоит эгоистический интерес элиты, а уж объединение населения – это естественный процесс обогащения элиты. То есть элита ничего плохого не хочет для населения, но получается так, что ведь не хватает всех, так сказать, богатств и средств, которые перераспределяются государством, которое монопольно владеет всем, что имеется в стране. А когда мы говорим о сословном делении, ну да, действительно, получается, что пытаются уже и как бы раскатегорить все население по степени свободы и зависимости. Действительно, определенные сословные деления, они возникают. Мы затерялись, потерялись, заплудились между империей и национальным государством, между действительно самодержавием и демократическим обществом. И пока выход не находим, и идет, ну иногда говорят, что идет реставрация дореволюционных порядков, вот этот периферийный зависимый капитализм, естественно, влекущий за собой определенную рефеодализацию и сословизацию населения. А попытки строить демократическое общество, многопартийную систему, представительную демократию, сталкиваются с очень серьезными сложностями. — Герман Анатольевич, ну, в общем-то, из истории очевидно, что люди, которые придавлены бедностью, придавлены нуждой, как правило, ну если уж они совсем не доведены до крайности, они не способны на какое-то активное участие в политике, на какой-то активный протест, даже просто на выражение своего мнения. Может быть, в этом тоже состоит задача — держать людей в таком состоянии, что они ни о чем не думают, кроме лишнего рубля. Ну, зарабатывание этого лишнего рубля. — Ну, честно говоря, я скорее соглашусь с теми коллегами, которые считают, что они вообще об этом не думают, о народе. Какую-то статистику они, наверное, действительно получают. Я не уверен, что она достаточно объективна. Но то, что, безусловно, чем беднее население становится и чем хуже мы живем, тем меньше простора для, собственно говоря, реализации нашего человеческого потенциала во всех сферах деятельности и жизни, то это совершенно очевидно. Потому что, причем, вот мы последние 30 лет, мы постоянно это, в общем-то, на своем личном опыте это наблюдаем, поскольку, в общем-то, около 90% населения страны за последние 30 лет, оно, в общем-то, выживает. Оно не живет, оно выживает. И стоит только чуть-чуть расправить ему плечи, вот чуть-чуть буквально, и появляются мысли за пределами вот этой… – Парадигмы? – Да, парадигмы, да. – Это даже не парадигмы, инстинкты, я сказал. Наборы инстинктов социальных. – Наверное, инстинкты, да, конечно, совершенно, как тут же. Черный вторник, опять крылья расправились, дефолт, повышение пенсионной реформы и так далее. И, конечно, это суживает наш человеческий потенциал, он просто, по сути дела, нас изводит на уровне животного, поскольку, подчеркиваем, решаем базовые сегодня, по сути дела, потребности. Сознательно это или нет, но мне сложно об этом судить, потому что тогда они, конечно, чудовища. – А почему люди, вместо того, чтобы протестовать, даже, я знаю, по собственным некоторым знакомым, уходят еще больше в себя, стремятся как-то найти две работы? – Это самый главный вопрос, ответ на который сегодня не даст вам фундаментальная наука в целом. – Ну, это колоссальнейшая тема. Но я могу сказать так, что до тех пор, пока была жива община, до тех пор, пока она была жива, и была общность хозяйственной, у людей должна быть общность хозяйственной деятельности, общность. Вот пока была жива община, она была. И до тех пор, пока она была жива, общество было способно хотя бы на Разина, хотя бы на Пугачева и хотя бы на Великую Октябрьскую революцию. Но реально было это способно. Сегодня уровень разобщения и отчуждения человека от человека настолько высок. Вы знаете, даже для того, чтобы субботник провести эффективно, нужен опыт совместной деятельности. Мы даже на уровне подъезда сегодня при наличии, казалось бы, общих объективных интересов не можем самоорганизоваться. Индивидуализм нашей жизни, индивидуализм нашей хозяйственной деятельности, когда, по сути дела, нам необходимо создавать даже минимальную группу для того, чтобы выживать, как мы сегодня это делаем. Все это лишает нас возможности на сопротивление. При всем том, что уровень недовольства людей в сегодняшней ситуации может быть даже выше, чем в октябре 2017 года. Но реального механизма при этом, всего этих факторов, его, к сожалению, нет. Но нужно думать. Я бы сказал так, даже теоретически сложно предположить, а что нужно делать, чтобы сегодня люди поднялись на, не говорю на революцию, но на отстаивание своих объективных прав. На сохранение своего человеческого достоинства. Ну, как ни странно, наверное, рецепт простой. Просто объединяться, потому что человек чувствует себя один на один системой. Да, согласен, но вот чтобы это сделать реальностью, что для этого нужно будет? Назовите факторы, чтобы сделать это реальностью. Смотрите, в Карабаново митинг 3000 против мусорной реформы в 15-тысячном городе. В воскресенье в Александрове 6000 человек собралось. Это провинциальные маленькие города, которые показывают, что желание людей к естественной, стихийной самоорганизации, оно огромное. Когда эта тема, то, что вокруг Шиеса происходит, то же самое. То есть, на самом деле, ленинская мысль о том, что надо просто правильные лозунги дать народу в нудную минуту, говорить с народом о том, что народ волнует по-настоящему. И причем, что самое интересное, эти митинги приносят результат. Несмотря на то, что власти пытаются внушить... Сейчас понимать, что такую массу людей, силовые методы крайне опасны. Это может привести просто к 9 января 5-го года. Которому как раз исполняется в будущем году юбилей. Евгений Юрьевич, вот Герман Греф, ну знаете, вот как Владимир Вольфович Жириновский, он иногда, надо отдать ему должное, не боится высказывать то, что у властей на уме. Например, что нужно снижать уровень образования. Вот Греф говорит, что тоже не надо давать народу хорошее образование. Еще я процитирую. Нельзя передавать власть в руки населения, поскольку как только люди поймут основу своего «я», управлять ими, манипулировать станет чрезвычайно тяжело. Вот как вы думаете, это его личная точка зрения или это точка зрения всей нашей так называемой элиты при внешних каких-то демократических признаках, которые по сути абсолютно не демократы? Какие они демократы, слушайте, я вас умоляю. Вообще, теперешний либерализм так называемый и демократия, демократа с сила народа, это вообще противоположные понятия. Никакого отношения демократы никогда к настоящей истинной свободе не имели. Я имею в виду демократы постсоветского разлива. Ну, как вы называли этих людей демократами. Да, которые рушили Советский Союз, разрушали всю социально-экономическую систему советского государства, разрушали. Вот к вопросу, например, об организации. Вы посмотрите, вот сейчас по пальцам пересчитать, например, заводы-гиганты, условно говоря, где многотысячные трудовые коллективы. У нас практически даже какие-то более-менее крупные производства в тяжелой промышленности, в машиностроении и так далее. Это в лучшем случае несколько сотен человек, понимаете? Спаяности вот этой трудовой рабочего класса, того рабочего класса, на который, кстати, опирались большевики, понимаете, нету. Теперь то, что касается сословного общества. Поймите, если мы берем классическое сословное общество, это, конечно, феодальное общество. Потому что, в отличие от классов, которые существуют объективно вне системы юридических норм и так далее, сословия в феодальном обществе, они существуют по факту, и их права и привилегии закрепляются в соответствующих законодательных актах. Если вы возьмете Россию, то вот такое уже классическое деление русского общественного сословия, это соборное вложение царя Алексея Михайловича. У нас больше служилая был в такой контексте. А затем уже целый ряд нормативно-правых актов, та же жаловная грамота дворянству, ну и так далее. Понятно, юридически это не закреплено пока. Но то, что говорил Греф, это свидетельство о совершенно четких установках. Ну, естественно. Теперь то, что касается... Слушайте, я вообще среди либералов не видел умных людей. Вот понимаете, я слушал там Гайдара, Чубайса, Грефа и так далее. Это чудовищно необразованные люди. Со своими какими-то штампами, вбитые им в голову где-нибудь, может быть, на каких-то семинарах, которые им вели американские профессора. Я думаю, сейчас вообще речь идет, конечно, не столько о строительстве сословного общества, сколько именно о строительстве кастового общества. Это принципиально разные вещи. Вот в Индии, например, да, традиционное кастовое общество. Все-таки между сословием в Российской империи не было непроходящей грани. То есть туда можно было попасть. Понимаете? Например, из крестьян, в купцы, из купцов, в дворяне, ну и так далее. Ну, это тоже единицы же были. Ну, после разницы капитализма, можно было попасть и в дворянстве, да, из крестьян. Да, тем не менее, да. А вот в Индии вот эта кастовая структура, она устоявшаяся, и там вот этой вот грани перескочить, ну, никак нельзя. Понимаете? Вот они и хотят построить такое общество, кастовое, клановое общество. Потому что вот абсолютно правильно Максим говорил, что Россия, по сути дела, управляет несколько клановых группировок, которые между собой устраивают разборки. А эти разборки представляют как некий политический процесс, которого на самом деле нет. И, например, та же выборная кампания зачастую, не только там в федеральные органы власти, но даже в региональные органы власти, это во многом разборки межклановых элит, вот местных элит за кусок пирога. Понимаете? Здесь, там как-то пытаются действовать КПРФ. На мой взгляд, это единственная действительно реальная оппозиционная сила. Но вот в таких вот, или при таких правилах игры, что ли, она заведомо получает то, что получает. Поэтому здесь задача предстоящих двух лет, как минимум, 20-21 годов, попытаться переломить эту ситуацию. И все-таки представить дело таким образом, что вот в нынешней ситуации, если мы не хотим повторения того, что было когда-то, да, с кровопусканием и всем таким прочим, то надо действительно сознавать то, что, вернее, кто является реальной социальной силой, способной выразить интересы большинства трудового народа. Это подчеркиваю, трудового народа. А сейчас нас, естественно, загоняет так называемый тред-юнионизм. Вы обратите внимание, у нас очень часто выступает защиту чисто экономических интересов, пресенциальных интересов, не понимая сути происходящих процессов. Что пока политическая власть находится в руках буржуазии, вы так и будете барахтаться вот в этих тисках тред-юнионизма. Значит, главная задача – это овладение политической властью. Вот когда будет в твоих руках, я имею в виду, КПРФ, политическая власть, тогда совершенно иным способом будут решаться проблемы и развития экономики, и социальной сферы, и так далее. Ну, условно говоря, класс эксплуататоров тоже это понимает. Ну, естественно, и вот это надо людям доносить, понимаете, причем не умствованиями какими-то, а вот простым, доступным, понятным языком. Потому что твои проблемы Шиеса, проблема чисто экономической, условно говоря, она возникла не из-за свалки и не из-за желания кого-то набить себе карман. А прежде всего из-за того, что во главе государства находится класс буржуазии и те политические силы, которые выражают интересы этого класса. Максим Леонидович, но вот тем не менее, просто словное общество, феодальное общество, как его ни назови, но складываются действительно закрытые касты. Там президент, царь, дворяне вокруг него и нищее и зависимое население. Причем, чем дальше идти, тем больше. Например, образование становится не просто платным, а чудовищно платным. Просто вот некий отбор происходит уже на этой стадии. Вроде бы как демократические процедуры, вроде бы формально у нас у всех права равные, а на практике действительно жесткая, сословная, кастовая, крепостных пока еще только нет. Вот на ваш взгляд, это сознательная политика или это некий побочный эффект? Это, конечно же, сознательная политика, которая, на мой взгляд, является не следствием необразованности, я позволю себе не согласиться с уважаемым профессором, а это является сознательным курсом политическим, который победивший в России капитал, сформировавшийся на основе владения этим капиталом выходцев из бывших советских элитных слоев, из руководства партии, силовых структур, военных структур, криминальных структур, в каком-то смысле, по согласованию с победителями в мировой войне, то есть внешним мировым центром силы, надо понимать, что вся их власть, вот этих российских полубогов, которые нам кажутся тут невероятно сильными, она просто будет ничто, если там в Лондоне или Вашингтоне кто-то захочет, чтобы они этой власти лишились. И дальше у них будут такие проблемы, которые санкции они будут вспоминать как легкую щекотку. Ну, собственно, их тогда судьба политическая будет очень недолгой, и не спасут их ни ядерные ракеты, ничего. Потому что никакой, естественно, социальной опоры у них нет внутри страны. И то, что Греф говорит, я вот не соглашусь, что это какой-то глупый человек, это один из самых умных их людей. Но у них какой-то свой ум. Он просто один из самых циничных, которые проговаривает открыто. Они действуют с такой блатной хваткой. Ведь Путин сказал, мы выросли на питерских улицах. На улице давление, сила, наезд, психологическое доминирование является основой власти. На том, что называется по улице. Так иногда говорят, ты как хочешь разговаривать, как обычно, или по улице идти? Вот по улице это, в принципе, кто сильнее, кто наглее, кто сумеет запугать, или блеф, там и так далее. Есть хороший термин, что говорит Герман Оскарович, это абсолютно их мировоззрение и есть. Они на самом деле заинтересованы в том, чтобы их власть, власть тех, кто захватил ресурсы огромной страны, присвоил их себе, контролирует их якобы от имени государства в каком-то смысле. Хотя большинство этих ресурсов является частной собственностью, причем частной собственностью даже не российских граждан. Вот, допустим, я был в Сибири, в Иркутской области, вот энергетическая компания. Контрольный пакет у американцев Дерипаска передал. Это не российская компания больше, все. Они постоянно превозносили чилийский опыт. Пиночет. Пиночет какой-то хорошо, коммунистов задавили, социализм задавили. Социализм неэффективен, сказал вам Путин. Это что, оговорка, что ли? Нет, это их идеологический подход. Вот социализм, говорит Путин, он неэффективен. Зато нынешняя экономика страшно эффективна. Сейчас это даже неизвестно. И как бы сознательно. Поэтому все, кто выступает за социальное государство, за социализм, они все должны быть побеждены. Нельзя победить дух страны, который основан на социальном сотворчестве путем выборов демократических. В ходе открытых выборов понятно, что все сторонники неолиберального капитализма просто проиграют. Я не вижу разницы между программой «Единой России» и программой их неолиберальных оппонентов из Кудринского клуба, например. Потому что и те, и те поддерживают программу 2020, которая была фундаментальной, в которой заложены пенсионные реформы, лишение социальных прав, увеличение роли банковского капитала и так далее. Тогда фашизм. Фашизм происходит не потому, что где-то какой-то человек прочитал антисемитскую книгу, я не знаю, и понял, ага, вот оно, злоумира. Фашизм происходит потому, что сидят реально какие-то финансовые банкиры, которые говорят, слушайте, наша власть под угрозой. Вот эти людишки внизу требуют гражданских прав, демократических прав, конституции, а может они и до коммунизма социализмом дорастут. Нам нужна защита. Какая защита? Тогда возникают бывшие военные, какие-то религиозные деятели, мыслители консервативные, которые отрицают социальный процесс, верят историю не как социальный материалистический процесс, а как некую духовную конструкцию, в которой какой-то абстрактный дух правит. И вот они, вот эти самые мыслители-философы, у нас оказываются и являются такими шаманами, которые проводят, интерпретируют этот дух для нас, для всех. И вот возникает тогда у правящего капитала понимание, что есть сила, которая с помощью диктатуры, с помощью постулирования шовинизма, национализма, с помощью апологии государственничества, так называемого, сможет защитить этот крупный капитал. Везде между ними возникает симбиоз. Россия идет к фашизму. Это полностью господство финансовой экономики, антисоциальные меры при силовом давлении якобы на коррумпированную бюрократию, а на самом деле на все общество. Либерал-фашизм. Они идут к обществу либерал-фашизма. Юрий Михайлович, я прошу прощения, вот правильно, Димитров уже в 1935 году на 7 конгрессе, он же дал определение фашизма, оно классическое, что это открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических кругов финансового капитала. То есть это не столько националистическое явление, сколько социальное. Это все слова национализм. Юрий Михайлович, но тем не менее, насколько, на ваш взгляд, стабильна вот эта система, которая выстраивается в России, и вообще, условно говоря, некий вот этот либеральный фашизм, вот это со словом общества, оно раньше во многих странах существовало столетиями. Сейчас, естественно, история ускоряется. Вот на ваш взгляд, если посмотреть объективно, а может быть это и есть самая разумная, самая устойчивая система, вот дворяне, вот бояре, вот холопы, и по-другому жить нельзя? Ну, в какой-то мере да, просто мы живем не в средние века, и темп развития человечества в условиях глобализации очень быстрый. Мы просто отстаем на глазах, мы отстаем от Запада, от Китая, от Индии, от других стран. У меня впечатление, может быть, со мной поспорят, что как раз развитые страны движутся прямо в противоположном направлении. Нет, понимаете, у них своя история, своя трагедия, но мы архаизируемся, мы возвращаемся в какие-то прошлые модели, модели поведения, существования. И просто нынешняя элита, которая монопольно владеет всеми нашими богатствами, она просто вскоре все это потеряет, потому что она не сможет защищать эти свои завоевания. Дело не в том, что народ поднимется, это, может быть, будет последним, так сказать, событием. Просто вот как с Дерипаской, во всех странах постсоветских сначала к власти приходят олигархи, но так как страна становится частью мировой системы, то олигархи вскоре их сметают транснациональные корпорации, которые, собственно, начинают владеть этой страной. Более сильные олигархи. Да, это процесс неизбежный, как неизбежно, скажем, вывоз капитала из бедных стран в богатые, как утечка умов, под которую сейчас приспосабливается наше, так сказать, образование и Академия наук. То есть это идеология страны третьего мира, страны периферийного капитализма, страны, которая полностью зависит от достижения науки и техники Запада, как бы мы там не сопротивлялись, вот, там свои программы вставляя. Мы не сумели сделать телефон современный, мобильный, мы не сумели сделать компьютер. Понимаете, мы в этом смысле… Мы уже не можем сделать ракету «Энергия». Мы делаем, что попроще. Да, внедрение электродвигателей в Китае лет 20 назад было таким, которое нам сейчас еще не снится. То есть мы даже не понимаем, насколько мы отстали, насколько мы отстаем. Вот, утешаем себя отдельными достижениями, успехами там в Сирии. Понимаете, ну, Сирия замечательна, но внешняя политика должна все-таки во многом определяться внутренней. Здесь связи никакой нет. Скорее даже есть противоречия. Так потому, что вы не договариваются. Главный твой вопрос. Правящая элита, она связана не со страной, а с так называемым мировым пространством. Периферийный, колониальный, да, капитализм. Ведь Главный Дмитрий Анатольевич Медведев, глава правящей партии, сказал задачу стать пятой экономикой мира. Народ для этого вообще не нужен. Евгений Юрьевич, но вот в России, в царской России, это сословное общество существовало долго. И, наверное, оно было наименее восприимчиво к изменению, в отличие от Европы. Я не поклонник Европы там как-то. Но, тем не менее, оно было достаточно консервативным, реакционным, практически никаким изменением не восприимчивым. И кончилось-то это все как раз 2017 годом. Вот не кажется ли вам, что чем жестче все это зажимать, чем больше это закостенеет, тем меньше шансов у этого общества, ну, мягко говоря, на трансформацию, на будущее? Ну, слушайте, ну, законы физики там и законы общественного развития, они примерно схожи, да? Все развивается в русле. Ну, да, в русле, в рамках диалектики, гегелевские законы, которые он определил, да? Они, их же никто не отменял. И они, кстати, ведь со всей очевидностью проявляются именно вот в этих многих общественных явлениях и таких острых проявлениях, как революция, как контрреволюция и так далее, понимаете? Когда пружину сжимаешь, то есть предел сжатия, потом, безусловно, произойдет отскок. Поэтому все это, конечно, чревато. Я вот об этом сто раз говорил, у нас, знаете, как-то плюют на ленинское наследие, говорят, да нет, это груда теоретических развалин и так далее. На его учение о революционной ситуации. Ведь он там не просто пишет о том, что верхи не могут, низы не хотят и так далее. Он же там пишет о том, что любая революционная ситуация, она может разрешиться в трех возможных вариантах. Либо это глубокие реформы, которые затрагивают сами основы общества, либо это контрреформы, то есть, по-русски говоря, закручивание гаек, либо это революция. Вот иного способа выхода из революционной ситуации нету. А то, что назревает эти события, это тоже со всей очевидностью. Потому что наши власти не изучают хотя бы историю России. Нет, конечно. Или у них какая-то своя история России. Простите, у нас, извините, последние годы лидеры коммунистической партии даже не изучали вождя мирового пролетариата. И делали такое количество, ну, мягко говоря, ошибок, понимаете. Тот же Михаил Сергеевич, который хотел себя запечатлеть в виде одного из теоретиков марксизма, ленинизма, писал такую чушь, за которую, извините, на экзамене по истории КПСС просто влепили бы кол и выгнали бы его на переиздачу. Вот, кстати, Герман Анатольевич, он прав. Тут тоже надо иметь в виду по поводу тех основ нашего бытия, которые существовали. Ведь представлять дело таким образом, что Россия всегда была сословным обществом и сословным государством, все-таки неправильно. Процесс сословизации, условно говоря, русского общества, он шел рука об руку с процессом развития феодальных отношений и закрепостительной политикой царизма. Понимаете, до 16 века, где-то там, ну, историки спорят, но тем не менее, в России сословного общества не существовало. А существовало общество, где на равных сотрудничали где-то, значит... Искали социальный компромисс. Да, компромисс. Власть и общество. Или, как у нас раньше говорили, земля. Понимаете? А вот этот процесс сословизации, он напрямую был связан, конечно, с становлением феодальных производственных отношений, установлением режима крепостного права, ну и так далее, и так далее. То, что вот сейчас Максим сказал, и вы сказали по поводу архаизации, абсолютно правильно. Более того, под эту архаизацию нам сейчас преподносит в качестве такого вот как бы пирога царскую Россию столетней недавности, которая развивалась самыми динамичными темпами, во главе которой стоял самый выдающийся государственный деятель. И все проекты, которые были реализованы при Сталине, индустриализации там, культурной революции и так далее, и так далее. И полет Гагарина, да. Да, и полет Гагарина, это все было заложено во времена благословенного Николая II и той шикарной команды реформаторов Столыпина, Виты и так далее. Да, дорогие друзья, я хочу вас познакомить с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос задали. Что ждет Россию при продолжении нынешнего социально-экономического курса? Экономическое процветание и социальный прогресс? Вот 1%, тем не менее, ответил. Стабильное существование без значительных ухудшений? Тоже 1%. Деградация и распад? 95%. Затруднились ответить 3%. Герман Анатольевич, ну, я не буду скрывать, я тоже за третий пункт голосовал, потому что, ну, на мой взгляд, все достаточно очевидно. Может быть, я что-то не понимаю? Может быть, правы первые и вторые? Ну, вы знаете, вообще, вот это очень показательное голосование, потому что третий пункт как раз показывает складывание одного из факторов революционной ситуации в стране. Достаточно адекватная оценка, что никакого будущего нет и нужно, в общем-то, самих себя спасать. Но вот несколько еще ремарок по поводу, в контексте того, что мы сегодня обсуждали. И, конечно, мне кажется, что главная проблема состоит в том, что мы за 30 лет не создали реального, подчеркиваю, сектора экономики, в который была бы включена основная масса населения. Так не то, что не создали, а уничтожили. Уничтожили то, что было. То есть, по сути дела, мы селены, грубо говоря, нефтяную иглу, и на иглу, по сути дела, выкачивание энергии, созданной, ну, в первую очередь, энергетических структур, созданной в первую очередь в советский период. Значит, остальная масса населения, которая в этот сектор не включена, а это, в общем-то, большинство населения, но, конечно же, этой власти и правящему олигархату не нужна. И отсюда эта политика, вернее, ее отсутствие социальной политики, потому что мы ведь впервые без эпидемии чумы и без войны у нас демографы ввели понятие русский крест, потому что страна вымирает. И сейчас эта статистика опять подтверждается, у нас смертность превышает рождаемость. Подчеркиваю, исторически это бывает только в периоды войн и страшных эпидемий чумы, ну, или других, так сказать, заболеваний. Значит, соответственно, не нужно такому обществу образование. Это то, о чем действительно прямо и цинично говорит Гриф. И обратите внимание, что те реформы образования, которые идут на протяжении последних 20 лет, хотя они ставят задачу, наоборот, сделать его равным, провозглашается цель, доступным для всех и так далее, на самом деле имеют прямо противоположную цель. Главная вообще проблема образования состоит в том современного, в чем преимущество советской системы образования. Потому что социокультурная среда советского периода, она цели и задачи образования поддерживала, да, всего четыре кнопки, допустим, телевизора. Но когда я его включал, я слышал эталоны лексики, вокализма, русского языка, диктор Центральной Телевизии. Большевики издали всю классику, советскую и мировую классику. Сейчас дети погружены в поле на 90% информационное, деструктивное. Поэтому мы вынуждены принимать программы не обучения и воспитания, а коррекции деструктивного влияния социокультурной среды. И в этом смысле, конечно, сегодня в реальности создаются, ну, созданы, вернее, условия, все условия для того, чтобы общество осознавало вот эту ситуацию, давало ему объективную реальность. И, кстати, вот если это началось в малых городах, то, наверное, уже можно надеяться на то, что это придет в большинстве. У каждого ребенка в телефоне вся гадость, до которой только додумалась мировая цивилизация. Ну, конечно. Он может набраться там, чего вы. Тем более, кстати, вот единственный фактор, который сегодня тоже важно учитывать, что Ленин просто не мог учесть. Сегодня совершенно новая технология манипуляции создана. То есть, по сути дела, сегодня созданы технологии отчуждения мозга и сознания людей от их объективных потребностей. Вот эта проблема очень существенная. Юрий Михайлович, ну вот Алексей Кудрин недавно заявил, прям дословно, что если в России ничего не менять, то система может просуществовать еще лет 20, а потом будет трудно удержать единство такой огромной территории. Вот на ваш взгляд, ждет ли нас еще 20 лет застоя, а потом неизбежный развал? Или что-то все-таки может произойти позитивное? И потом, что имеет в виду Алексей Кудрин? Я слежу за этим человеком давно и ни в коем случае не подозреваю, что он России желает какого-то блага. Что он имеет в виду? Ну, есть уже интерпретации таких заявлений Кудрина. Говорят, что это, возможно, вариант номер два. И поэтому он занимает такую осторожно-оппозиционную позицию, отношение к тем, кто находится у власти. Он был длительное время отчужден, сейчас чуть-чуть приближается. Но по поводу перспективы я бы все-таки принял во внимание внешнюю среду. Потому что мы теперь не сами по себе. Если бы сами по себе, может быть, действительно, при сохранении внешней стабильности, мы бы могли длительное время существовать, пока есть нефгаз, пока есть древесина, пока народ еще, так сказать, не вымел, будут обеспечивать. Но дело в том, что цены на нефть могут меняться. В мире идут очень серьезные научно-технические прогрессивные события. Меняются военные технологии. И просто в один момент мы окажемся и без денег за счет продажа энергоресурсов, и беззащитными в силу того, что наше вооружение окажется устаревшим. Потому что пока мы все-таки живем советским наследием, ну и просто эффективные методы воздействия транснациональных корпораций на нашу элиту приведут к тому, что эта элита просто станет номинально владеть той собственностью, которая есть. И действительно будут решать у нас уже другие люди наши ситуации. То есть при нынешнем застое нас просто съедят до конца. А импульсов изнутри мы пока не видим для того, чтобы вернуться в статус сверхдержавы. Если не сверхдержава, мы тогда объект для поглощения Западом, собственно. Или нашими восточными соседями. Максим Леонидович, если посмотреть на данные соцопросов, я не говорю сейчас данные в ЦИОМ, что 86% россиян непрерывно счастливы, ну вот допустим Левада-центр, 70% россиян считают, что интересы власти и общества не совпадают. Работа правительства не одобряет 46%, ну мне кажется больше. В массовых акциях готовы участвовать 30%, в Москве готовы участвовать 56%. Ну судя по опросам, население-то готово к какой-то политической активности? Ну поэтому меня вот удивляет, дорогие друзья, мои очень любимые товарищи, когда вы говорите «мы». Мы, наши, вот это вот объединение, мне кажется, это опасная иллюзия. Что общего было между интересами царя и крестьянина, которого царь одевал в шинели и гнал убивать какого-нибудь чешского крестьянина где-нибудь в Карпатах, за то, чтобы там, как писал Маяковский, Босфор падает на мир за ударом удар, только для того, чтобы Босфор бесплатно проходили чьи-то суда. Интересы капитала, интересы правящей элиты, интересы подавляющего большинства народа абсолютно разные. Никакого «мы» нету. Вот с этого понимания, что нет никакого «мы», нет никакого «наша» безопасность, наши интересы. Это правящая элита, которая носила практически вся партбилеты, или, по крайней мере, комсомольские билеты точно, но партийные, скорее всего. Они все просто продали нас оптом и в розницу. И сегодня делают вид, что мы все часть какого-то единого целого, который они называют Россией, например, или Российская Федерация, или что-то еще, страна. Ну, это абсолютно фатум, это фантазия, фатум органа. Не фатум, фатум органа. Выдумка. Этого нету. Поэтому, чем быстрее левая оппозиция откажется от этого внутреннего ощущения «мы», что мы деградируем. Мы деградируем. А они, как полицаи, которым, собственно говоря, правящая оккупационная власть, немецкая, например, дает определенные полномочия, в каком-нибудь брянском локте, который они возводят и героизируют, и чуть ли считают не образцом. Вообще, вот жалко, может, чтобы вся страна не была, как у Каминского в брянском локте. Эх, вот, Сауженицын первый воспел Брянскую Локонскую Республику. Я помню, значит, там это самое. Как бы будут жить там, как бы хорошо. То есть, надо просто понимать, о чем идет речь. Речь идет о том, что нет никакой страны. НИФ, Российская Федерация, это абсолютно мифологическое пространство, оболочка. Правящая элита живет за границей, имеет недвижимость за границей, является частью мировой глобальной элиты. Это плата, которую они получили за глобальное предательство. И теперь этим им платят за то, что они будут выполнять три задачи по отношению к территории бывшего Советского Союза. Содействовать социальной, технологической и культурной деградации, в большей части населения. Уничтожать любую возможность возникновения национального, или политического, или исторического субъекта, который мог бы говорить в контексте исторических задач, стоящих здесь, перед этой территорией. Вот, в частности, одно время было очень популярно в их устах «Мы часть Европы». Сегодня мы не часть Европы. Европа – это не правящий капитал. Европа – это огромная, многосотлетняя традиция борьбы людей за религиозную свободу, за социальные права. Чтобы быть Европой, надо заслужить. Они полагают, что Европа – это иметь на мысе Антип-дачу, что ли? Ничего подобного. Европа – это быть докером Марселя, там, не знаю, рабочим Манчестера, который знает точно, что у него есть Джереми Корбен в парламенте, да, там, рабочий Манчестера, допустим. Докер Марселя знает, что у него есть там Меланшон. Вот что такое Европа. Европа – это свобода и борьба. Они здесь не хотят никакой Европы. Они боятся и ненавидят Европу. Потому что они хотят даже газ продавать. А здесь, чтобы у нас было какое-то… Даже Чингисхана. При Чингисхане были права социальные. Они нас выкинули в пространство, которым уже, нам кажется, империя монголов, понимаете, правовым государством, по отношению к тому, что тут есть. Это просто диктатура и тирания в интересах узкой группы наемников, которые наняты сюда мировым капиталом для господства над этой страной. Итак, их задача – это деградация населения, недопущение создания тут национального субъекта. И абсолютно точно, все наследие советского прошлого должно быть уничтожено до конца. Уничтожено абсолютно. Об этом говорится открыто. Да, об этом говорится открыто. Открыто говорится. Социальные права, память об этом. Поэтому они постоянно проводят… Что в советском было? ГУЛАГ, 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 ГУЛАГ. Это как если бы американцы постоянно проводили бы конференции о том, что Линкольн объявил всех живущих южнее реки потомок, как говорится, достойным грабежа, как было на самом деле в ходе гражданской войны. Евгений Юрьевич, ну вот действительно в продолжении этой темы часто говорят, что выход собственно есть. Есть исторический опыт. Есть, например, опыт сталинской индустриализации, когда страна за кратчайшее время из самой отсталой страны Европы стала практически одной из самых передовой. Но на сегодняшний день вообще нужно ли этому, это господствующему слою, это раз. И если он, ну не знаю, там из инстинкта самосохранения, еще из-за чего-то вдруг начнет это делать, позволит ли это внешнее окружение, позволит ли оно нам действительно пробежать вот этот путь до индустриальных стран? Да нет, конечно, послушайте, правильно абсолютно было сказано и вами, и вами. В России уже давно уготована участь третьей разрядной сырьевой державы, придатка периферийного капитализма и так далее, и так далее. Причем вот у нас скивают очень часто на Запад, а я бы в данном случае посмотрел бы на Индию и Китай. Динамически развивающиеся экономики, которая нуждается, остро нуждается в огромных запасах сырья. Где они могут получить это сырье? Главным образом в России. Вот только что, буквально вот день назад, наш ректор вернулся из Китая. Он уже туда ездил не первый раз. Я говорю, Алексей Владимирович, как? Он говорит, вот сердце кровью обливается. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну я на глазах вижу, как трансформируется Китай. Что он собой представляет. Каким он был и каким он стал. Сейчас еще сила Сибири им поможет. Ну да. И, к сожалению, когда пересекаешь реку Амур, или нашу границу, видишь то, что было 30 лет назад. И от этого сердце сжимается. У каждого человека, который любит свою родину, вот это вот, вот это вот, ну как бы, небо и земля, да? Ну, где был Китай, где были мы вообще-то. Нам уже есть чем сравнивать. Ну да, они ели там чашечку риса на весь день. Жили в длиннобитных каких-то там домах с сыновкой. На сыновках спали. Понимаете? И во что мы вообще опустились? Ну просто вот здесь... Я всегда вот... Тут на днях был юбилей Яковлева Александра Николаевича. Здесь на днях выступал опять Кравчук. Слушайте, мы потеряли столько людей во время войны. Эти подонки плюнули в могилы людей, которые воевали за свободу, независимость и целостность нашей Родины. Вот только вдумайтесь. Они погибли, миллионы людей. Эти подонки плюнули в могилы этих погибших. А потом эту страну, которую они защищали и защитили, не просто раздербанили, а отдали за понюшку табака вот этим транснациональным корпорациям. И внешне вроде без всякой войны. Вот в чем проблема. Если бы была открытая война, если бы к нам приехали на танках... А у нас народ, к сожалению. Я просто в данном случае хочу здесь еще попенять и нашему народу. А у нас народ, вместо того, чтобы осознать то, что произошло с твоей Родиной, понять, что надо что-то делать, сидит и занимается развлекаловкой. И последнее. Нам Украину ведь они не просто так шестой год крутят. Понимаете? Им главное вбить в голову, пускай будет нищая, но стабильность. Не дай бог, как на Украине. Понимаете? Если захотите каких-то перемен, получите Украину номер два. Вот главное, что вдалбливается в голову обывателю. Поэтому обыватель, которому не нравятся нынешние условия жизни, который еле-еле выживает, который мается без работы, получает копеечную зарплату, когда он или кто-то из них, не все, подходит к избирательному участку, условно говоря, у него здесь всегда стоит дилемма. Так, ну что, продолжить существование в таком же нищенском полудохлом состоянии или получить Украину номер два. Ну, условно говоря, да? И он все-таки делает вот этот вот выбор. Это специально такую дилемму. Я бы с вами поспорил, у меня такое ощущение, что все-таки голосуют у нас не столько избиратели, сколько избиркомы. Поэтому очень важная задача сейчас, особенно вот в эти оставшиеся предвыборные месяцы, все-таки убеждать людей, что от их голоса тоже многое зависит. Возьмите ту же Иркутскую область, возьмите ту же Хакасию. Там победили же коммунисты, они возглавили эти регионы. Значит, выборы тоже. Они не все решают, но что-то они решают. Поэтому, знаете, убеждать людей в том, что надо идти голосовать и голосовать осознанно, это тоже важная задача партии. Герман Анатольевич, ну а вы как считаете, вот процесс формирования вот этого сословного общества, архаичного, феодального, только пока еще без крепостных, он завершен или его можно развернуть? И все-таки совсем недавно мы были самой образованной страной в Европе, да и сейчас еще как-то что-то осталось? Нет, ну я не думаю, что он, конечно, завершен. Есть определенный, конечно, потенциал, и точка невозврата, так называемая, она, конечно, отнюдь еще не пройдена. И, в общем-то, я могу сказать, что до тех пор, пока сохраняется, все-таки на кадровом уровне система образования, она сохраняется. Там пока еще есть профессора, которые в одночасье могут восстановить, по сути дела, то, чем без процесса во всех. Ну вот на ваш взгляд, что можно сделать, что необходимо сделать, чтобы начать нам из этого выбираться? Безусловно, нужно в любом случае просвещенному классу говорить, оценивать ситуацию максимально близко к реальному положению вещей, не стесняться говорить правду, в том числе, вот то, как сегодня мы это анализировали, говорили. Я считаю, что у общества в целом осознание голосования это отражает, что, в общем-то, осознание этого есть, о том, что необходимо и срочно, в кратчайшие сроки менять ситуацию. Но вот что касается конкретных дальше рецептов, голосование, безусловно, используйте демократические формы возможные гражданского сопротивления. Ну и я не знаю, вот все-таки вот это звучавшее сегодня тезис и о европейском движении желтых жилетов, и о том, что и в России такие датчики, по сути дела, гражданского сопротивления появляются. Вот это точки роста, которые, собственно говоря, если они не появятся, не разольются по всей стране, то, конечно, перспективы будут печать. Максим Ильич, время программы подошло, к сожалению, к концу. Последний вопрос вам задам о позитивном опыте. Есть реальный, действительно, позитивный опыт. Это опыт Сергея Левченко, который начал наводить элементарный порядок, и бюджет увеличился вдвое. И это опыт Павла Николаевича Грудинина, у которого вот такой локальный, реальный социализм с совершенно потрясающим отношением к простому человеку. Но посмотрите, какую ненависть вызывает этот опыт. Как вы считаете, сможет он как-то пробить себе дорогу? Я бы, я сейчас был в Иркутской области, достаточно подробно изучил ситуацию, насколько это возможно за 4 дня. Я привел бы опыт даже более социалистического хозяйства Илья Алексеевича Сумарокова, животноводческий комплекс Усолья. Вот социалистическое хозяйство, высокая зарплата базовая, а гендиректор, сам основатель, мэтр Илья Алексеевич получает коэффициент, как я помню, мы в строотряде, 4, например, все довольны. Стабильная зарплата позволяет получать кредиты и так далее. Но я и Сергей Георгиевич Левченко, конечно же, это человек абсолютно искренний социалист, человек абсолютно иной формации, нежели большинство руководителей в нашей стране. И поэтому та беспрецедентная компания ненависти, лжи и дефамации, которая существует в отношении Иркутской области, она просто поражает. Я видел Иркутск, один из самых процветающих, на мой взгляд, провинциальных городов вообще страны. В регионе появились деньги. Кто является заказчиком войны против Левченко? Те, кто не хочет платить налоги. Это энергетические лесодобывающие компании и крупные олигархические компании. Поэтому я лично верю, что, во-первых, Левченко не даст слабину, и что мы все здравомыслящие люди страны поддержим. 14 декабря, я знаю, будет всероссийская акция поддержки. И Павла Николаевича Грудинина, и, значит, не Левченко лично, только я тут хочу уточнить, а Иркутской области. Иркутской области как уникального именно государственного такого островка внутри вот этого вот олигархического такого беспредела. Поэтому я думаю, что вы совершенно правы в той части, что есть такая у нас позитивный опыт программы национальной, но это скорее, на мой взгляд, сохранение, сохранение, сбережение, а не развитие. Это глубокая оборона, а вовсе не наступление. Наступление может быть только в классовой борьбе, реально. Наступление может быть только в социальных, революционных требованиях. И главное наше требование – это отставка антинародного правительства. Отставка антинародного правительства. И прекращение их антинародной, разорительной, губительной для страны либерал-фашистской программы. Так или иначе, у нашей страны есть богатый опыт и теоретический, и практический борьбы за свои права. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok